всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте извиняюсь за не тот антураж но дома отключили электроэнергию а я как раз сегодня планировал снять бритьё поэтому хоть что вы или нет пришлось организовать выездную сессию так что вот это почти бритьё и следующее бритьё вот будет вот вот в такой вот необычной обстановке в этом видео почти бритьё я хотел бы подвести итог выводы и в отношении станка нового станка знаменитой компания роквелл и его новой модели роквелл модель т первым прям в главном красном углу я хотел бы вынести опровержение да лоханулся да сказал неправду да это было неверно потому что те же самые отзывы которые я проморгал вначале на главной странице они все-таки существуют но те которые он показал что их нет это именно по модели ты нет там на сайте как другая схема там рядом еще другая ссылочка с отзывами и там 2 600 плюс стоит так вот если туда зайти там стоит прям засада полная там где-то наверное ну аж 4164 отзыва но не путайте это не по модели это это полностью по роквелл там и 6c и 6s и модель т в том числе так вот есть есть такое есть отзывы и еще один косяк я допустил я сказал про материал что они стыдливо умалчиваются скромно умалчивается нет не умалчивается ребята и вы тоже вышли под видео и сказали тут я вас тоже обманул это латунь нержавейка и цинк а сплав цинка покрытый хром хромированный хромированный сплав цинка это есть вот обещал дать опровержение я его даю дальше свое заключение свое отношение к этому станку я бы наверно хотел связать двумя комментариями во первых не часто появляются комментарии собирающие достаточно большое количество любо а в данном случае вот артем труфанов трифонов труфанов труфанов прошу прощения под его комментарием собрала шеш 22 ну и плюс там фар край еще кое-что добавил так вот в этом комментарии предъявлено достаточно серьезное обвинение именно поэтому я хочу в основу угла положить вот это все артем пишет на основе этих комментариев хочу ответить виктор из не знаю почему наслажило впечатление что на форс на фоне ожидаемой тайги ты решил немного подопустить регулируемый роквелл и возможно в том числе за счет этого приподнять тайгу и без вазелина в одно место залезет и ручка не такая ручка скользит надо докручивать половинки не сходится ну такое ну а фар край в своем сообщении добавляет первой части его он как бы говорит спасибо за то что взял 6s и да это оказалось правдой но тут он усмотрел неправду что случилось сейчас то коробка цыганская то внутри клей не такой то кинули кого-то на лезвие то это копия то вазелин то про материал то крышка не закрывается и так далее канал постепенно превращается в яги и тайга промо одна деревенщина брякнула яги все остальные повторяют но дурное заразно я попросил фар край ответить за свои слова что-то он промолчал ребята я и тогда не понимал и сейчас не понимаю вы суть вашей реакции вот с моей точки зрения очевидно что вы заблуждаетесь потому что ну если есть в чем-то неправильное плохое и человек говорит об этом это нормально но вы выходите говорить что это ненормально что ты не должен этого что случилось он свой станок продает вы это имеете ввиду что ребята модель т не конкурент тайги это во-первых у нее есть конкурент но это не модель ты ну трек с примеру это во первых во вторых ребят не надо создавать прецедент потому что вас послушать так я вообще сейчас нужно с обзорами завязать потому что кроме тайги кроме старта кроме байкала кроме калибри будут еще другие станки много станков будет так это что получается с каждый раз когда какой-то станок буду ругать вы мне в пику будете ставить что я хочу что-то там выгореть но это бред это бред сивой кобылы вот это тайги в подметке не годится не гоже это и тайгу ставить на одну полку я вам сейчас все объясню разложу по полочкам если вы не поняли и как вы заблуждаетесь вот своем вот это вот не видимо хотя скорее всего вы сейчас прекрасно все понимаете я напрасно это скажу но тем не менее я сейчас вот благодаря этим комментариям хочу просто разложить все по полочкам чтобы уже не осталось недопонимания потому что прошлое видео я как-то старался так мягко все сказать а сейчас я на самом деле скажу все что думаю и молчать не стану спасибо вам за эти комментарии так вот очень большое спасибо всем тем людям всем тем владельцам модели тэг которые отписались под видео в контактах и в том числе владельцу денису что он написал в отцапе за ваше мнение в некоторой степени мы в чем-то сходимся в чем-то расходимся но тем не менее по большому счету я увидел что не так уж много владельцев и те мои первичные подозрения которые были в голове что вот откуда вот такие комментарии могут появиться они все-таки наверное частично могут оправдаться тем что слишком долго роквилл выпускала станок слишком долго заставила людей ждать и люди слишком долго ожидающие наверное что-то себе придумали а когда на руки получили то что получили не каждый человек как вот денис перепелкин по моему да да денис перепелкин не каждый человек может себе признаться что король то голый сейчас получается что говоря это вы меня же в этом и обвиняете ребят ну смотрите давайте по качествам по составляющим все что хорошее в этом станке есть оно несомненно есть первое самое важное он хорошо бреет это подтверждают все владельцы станков бреет он на самом деле хорошо лично для меня нет смысла его исследовать дальше в этом плане потому что даже на своем базовом родном роквеловском лезвии которая но не блещет давайте признаемся хотя есть люди которым она очень нравится он побрил меня великолепно второе что хотел бы отметить это качество покрытия с этим согласны не все владельцы есть вот допустим тот же самый денис перепелкин у него metal gun у него верхняя часть и нижняя отличаются и цвета конфликтуют здесь живут в этом серебристом все нормально все хорошо тут я претензий никаких предъявить не могу мне это покрытие нравится и третье последнее что мне понравилось в этом станке это все вращательные элементы которые здесь есть они великолепны такое ощущение что там какой-то подшипник даже стоит вот наверно вот даже так вот так мягонько так бархатисто так классно они идут вот это все те плюсы которые я не могу ничего не отметить в этом станке а дальше ребята при всем моем уважении уж извините это будут минусы это все те позиции которые заставляют меня говорить что люди слишком много себе надумали там станке мы гораздо не тот совсем не тот который они ждали потому что вот например взять баланс баланс 32 миллиметра от головы но он неправильный он не кокосовый потому что этот баланс заставляет вас перемещать руку гораздо ниже середины только в этом случае он будет оказывать какое-то давление вам на лицо при бритье если же вы возьмете его как обычный станок то давление будет нулевым и даже отрицательным и для того чтобы у вас лезвие брило вам нужно будет поддавливать в некоторой степени это может считать даже изюминкой потому что играя вот этим перемещением вы можете как бы регулировать нажим да если с этой стороны смотреть тогда с балансом тут все нормально все хорошо но со стороны обычного станка у вас будет нулевое или даже отрицательное давление на кожу выбриться заманаетесь если не будете поддавливать но поддавливать я через эту школу уже прошел я несколько лет за заблуждение плавал так что тут у меня уже ярко выраженная реакция следующее это щель на крышке щель на крышке ребята ну вы хоть что говорите вы хоть в чем меня обвиняете но это не нормально мне очень грустно что когда я вам ее показываю говорю вам про нее вы реагируете неадекватно но я то что могу сделать она здесь есть и не случайно даже и жилет и все другие именитые фирмы и делая подобного рода станки оставляют вот эту перегородку здесь она здесь не случайно я думаю что именно с целью ликвидации этой щели потому что при зажиме но крышка играет здесь нет никакой перегородки поэтому эту игру мы видим с вами да она скажем так только эстетическое бритья намешать не будет но она есть плюс ко всему во время зажима у вас расхождение шторок они криво косо стоят и это тоже цепляет да это эстетическое ну фоно есть и об этом я сказал если вас расстроила ну ребят вы с собой разбирайтесь не со мной скользкая ручка но тут пополаме ровно половина тех людей владельцев станка которые писали сказали викторич но у меня как бы нормально а другая половина горит до скользко поэтому тут как бы 50 на 50 еще будет по станку но это важно поэтому я это вставил напоследок а сейчас пробегусь по коробке ребята ну заявление на сайте что это натуральная кожа она не соответствует действительности это неправда это не только не пахнет кожи это ну абсолютный максимум который здесь можно ожидать это допустим обрезки кожи их перемололи сварили специальную массу кожу потом раскатали высушили сделали из нее вторичную кожу вот если это не имели ввиду ну тогда да тогда может быть это правда так бы и написали что это переработанная кожа но очень большое подозрение что это просто хороший кожзам вот и все то есть это неправда пускай маленькая но все-таки ну и тот облой который он есть в коробке а он есть ребята никуда от него не деться вы обидели что вам тыкнул на это ребята это не на меня нужно обижаться это на компанию которая за 170 баксов продает изделие вот такой коробки это просто неуважение клиенту даже пускай наша бы компания ничего не производила я бы получил вот изделие достаточно дешевое в такой коробке но мне было бы стыдно за эту компанию реально стыдно даже китайцы себе такого не позволяет где тот предел на котов при котором вы готовы закрыть на это глаза стоимость изделия 10 баксов 20 30 40 50 сколько сколько бакса должно стоить изделие чтобы вот это не заметили а здесь вы это замечаете в чем причина то что это роквелл то что вы это ждали вы не хотите расставаться своими иллюзиями допустим было бы это какое-то китайское изделие вы бы первые тыкали на этот клей но это не китайская это канадская ну ребята ну это неправильно это просто неуважение клиенту нельзя такие коробки отдавать я уже не говорю про то что это дизайн 6s вы дитятка свое выпускаете но вы сделаете что-то нечто особенное и даже на это не заморочились ребята это неправильно и последнее самое важное что заставляет меня говорить что король голый это цена и материалы цена набора 170 долларов цена за один станок 150 баксов при этом он сделан из трех видов материалов это латунь это нержавейка и это сплавцинка давайте не будем прятаться за словами замак ребята твою дивизию нам замак уже за 150 баксов предлагают а мы еще ну как но это ж не нормально 150 баксов с моей точки зрения я могу ошибаться но для этого у вас есть комментарии если вы сказали свое мнение вы если что говорите свое в коментах это изделие 150 баксов а продал бы только полностью нержавеющий состав полностью на все сто процентов вот тогда 150 баксов здесь было бы более менее нормально и все это бы воспринималось хорошо адекватно но здесь вот этот вот этот металловинегрет который существует он ну как вот лично для меня вот вот при таком соотношении то есть замак латуни нержавейка кстати нержавейка на где-то глубоко внутри спрятана непонятно совершенно но выводит этот станок на первую ступень на ту самую ступень где полностью нержавый у нас паркер вариант где у нас до сих пор не пойму из какого материала прогресс потому что кто-то говорит из нержавейки кто-то говорит из плаву вот четкого подтверждения так нигде не увидел но зато это станок и он законно занимает свою ступеньку там сколько там 50 60 70 80 баксов законно вот стой этот станок там вопросов бы к нему убавилась половину но он-то стоит не там он занимает среднюю позицию вот та самая причина которая заставляет мне говорит что это самозванец что он занимает не свое место и очень скоро у людей начнут открываться глаза и они поймут что здесь продается не станок из латуни нержавейки из амака за 150 баксов здесь продается имя сыром станке чуточку недоработанном чуточку недоделанным чуточку непродуманным местами но тем не менее он хорошо бреет и продается просто имя вот и все не более того и после этого те утверждения ребят которые слушаем ну ты там модель ты решил подопустить чтобы там свой как ты выгорит ребята он тайге не конкурент слова совсем тайга это уже люксовый вариант почему я так считаю почему я так говорю потому что для того чтобы попасть люксовый вариант я сам для себя так считаю кто-то может думать по-другому для меня все что выше 200 баксов это уже люкс это уже там найти как бы так лакши он станок должна владать какими-то особенностями в первую очередь но это конечно материал тайга из 316 нержавейки полностью плюс ко всему есть еще особенности тайга будет выпускаться с двумя головами гребенка предустановленная ровная плита дополнительно идет в наборе тут сразу две вещи которые никогда не вообще вот за всю историю существования нашего человечества нашей цивилизации не 17 мне 18 не 19 не 20 не 21 веке все вот когда там начали делать станки нет со времен дедушки жилета еще такого не было никто никогда во всем мире не в одной стране не делали регулируемый страна станок с гребенкой это первое и второе никто никогда не делал регулируемый станок сразу двумя головами сразу двумя хочешь такую ставь хочешь такую и обе они идут в наборе ну и пожалуй еще вишенка на торт благодаря вашим пожеланиям тайга будет работать от 0 5 до полутора плюс там еще одно полтора-два деления после крайней шкалы другими словами перевести на русский она будет перекрывать всю мировую таблицу агрессивности бритв всю от физера ас-дс до милю r41 вся эта таблица вся эта таблица будет перекрыта этим станком вот именно поэтому я считаю что тайга это люксовый вариант именно поэтому тайга будет стоить 250 баксов именно поэтому и по многим другим причинам вот этот товарищ тайге но они не соперники совсем вообще кстати в россии это будет стоить 15 тысяч если про тайгу очень грустно очень грустно потому что честно сказать я сам от этого станка ждал гораздо большего и надеялся на больше но с другой стороны но все-таки он бреет нормально хорошо на то что скользит там ребята постебались маленько но уфу возьми изолентом ребят честно скажу станок немой но если бы я за этот станок заплатил 150 баксов по слову денис заплатил 145 баксов у меня там скидка это было я бы честно сказать расстроился вот по всем тем причинам которые вам перечислил в этом видео я бы расстроился своем приобретении я простроился что я отдал эти 150 баксов ну а по поводу тайги раз уж за нее говорили ребят я вам сейчас вот про модель ты сказал все что не нравится мне а в тайге чего мне не нравится нет причина простая в ней это было и пока мы не убрали все что мне не нравится в тайге она до производства не дошла для меня лично было важно для меня лично было необходимо все что мне не нравится в тайге убрать к чертовой матери и только после этого она пошла в производство если там что-то что не нравится вам это мы скоро узнаем но со своей стороны я ее вылезал как мог я убрал все необходимые вещи все вот эти вот вещи которые портили глаз переделали ручку переделали регулировку там переделали среднюю плиту нижнюю плиту много чего переделали и мы все это поубирали даже кастомизацию сделали титановая ручка будет идти поворотом весом 14 половиной грамм теперь задача за вами вы думаете когда тайга выйдет под нее будут не берли не под нее ее будут меньше рассматривать ее будут меньше крутить вертеть да я думаю там увеличительное стекло будет гораздо больше чем вот под этим ноу-нейм изделием почему ноу-нейм здесь ребята даже имени нет объясните мне как на своей гордости как на свои новинки как на своем великолепном раз чудесном изделии которая кстати хорошо бреет компания даже не у заслужилась имя поставить как так это невозможно да чё ж невозможно вот вам пожалуйста хороший образец limited edition janus adjustable risers 500 баксов та же самая схема тот же самый станок но сделан полностью из нержавейки и сами видите с каким качеством и люди умудрились таки написать на нем необходимую информацию не только здесь но и внутри это говорит о подходе это говорит об отношении из мелочей все складывается целое мелочах кроется дьявол вот здесь он сырой непродуманный и сделан на отвяжись вот это я и говорил а когда тайгу будет разглядывать ребята не боюсь совершенно что мог я сделал а все остальное ребята за вами по поводу сборки разборки что просто то с ростом что сложно то ложно или с ложью как там раньше на руси говорили я не помню тайга разбирается как автомат калашникова состоит из семи частей вы каждую из них можете постоянно выкручивать собирать разбирать протирать чистить мы делать все что хотите и все это из 316 нержавеющей стали за исключением пружины пружина тоже из нержавейки но я правда не знаю из какой а весь станок из 316 нержавейки и сколько бы его не разбирали не собирали не меняли голову не убирали бы гребенку не оставили бы нормальный закрытый вариант ребята там все будет работать никуда она не денется с подводной лодки по крайней мере я это уже проверил не единожды что будет в вашем случае как будете вы смотреть как куда заглядывать ребята это все чертовски интересно это очень 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 волнительно и конечно же буду этого ждать ну а завершение этого обзора хотел бы сказать мне грустно что компания роквелл так поступила это нечестный ход совершенно выпустить сырое изделие да как бы они не тянули сколько лет бы ожидания людей не тянулась и не динамили ребята но вы представлю сколько тысяч людей ждали этот станок много до хренище но как можно было выпустить вот так ну да он великолепно бреет да у него хорошее покрытие да вы все вот эти вот узлы элементы продумали они крутятся на ура но вот эти мелочи куда почему зачем почему почему вот у вас что не было секунды времени просто убрать все это вы заказали партию коробок но прислали вам с этой херни верните ее к чертовой матери обратно пускай переделывают так уйти это штрафоните эту компанию почему этого не сделали почему вы не отработали эту конструкцию до конца вы думаете идиот еще на дедушке жилете эту перегородку ставили почему вы на стадии еще экспериментальных образцов не могли не видеть что крышка расходится почему вы это не устранили вот найти бы того человека кому можно задать эти вопросы но не услышит же нифига но вот а я только у вас могу спросить а вы откуда знаете но вы можете тапками меня покидать там или еще что-нибудь сделать но меня это чрезвычайно чрезвычайно неприятно волнует что вот это вот это вот вот так к сожалению но бреет хорошо бреет замечательно вот пожалуй что и все извините за этот сумму просто пытался как-то выразить свои мысли если вдруг не вначале чьи-то чувства затронула ребята уж простите за ради христа не специально ну а так добра счастья радости берегите себя берегите своих близких дай ему бог здоровья а и да сегодня первые 40 станков тайги принесут завтра будем их отмывать разбирать паковать так что хоть какие-то движения есть вот до нового года все будет на полках я очень там хочу я на это надеюсь ну все пока пока пошли бриться или о и и и и и и и Продолжение следует...